Пока городская власть определяла, законно или не очень сносить дом на торговые, на его территории оперативно начались работы по устранению его остатков. Часть дома обрушилась в мае прошлого года из-за ремонтных работ в соседней пристройке, в которой некогда находились бани. Строители уже снесли верхний этаж и продолжают разбирать дом. После падения стены объект признали аварийным. Тогда без крыши над головой остались 44 человека. К счастью, обошлось без пострадавших. Отмечу, что для начала демонтажа требовалось выполнить несколько условий. Получить разрешение от городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Создать ОСМД и передать здание на баланс и оформление права собственности пользования участком земли. Проще говоря, сначала снести дом, а потом по мере поступления решать так называемые бюрократические вопросы. Здание построено в 1890 году как доходный дом Бенетта. Памятником архитектуры оно не стало. Я не знаю, по каким критериям его не включили, но у нас был полный бардак. Вот в то время, когда массово памятники архитектуры принимались под охрану. И очень многие объекты, они выпали из списка. Если это не памятник архитектуры, то ничего не нужно. Можно просто снести любой дом. Если это памятник архитектуры, его нужно сначала вывести из охранного списка. Это чуть-чуть замедляет процесс, но выведение памятника из списка намного проще, чем, наоборот, включение нового объекта в охранный список памятников. За нарушение правил безопасности во время выполнения ремонтных работ в банях по соседству было открыто уголовное производство по факту возможного их влияния на обрушение. Жильцы дома на торговой заявляли, что с осени 2019 года вели тревогу о последствиях. В ответ – молчание. Печальный результат не заставил себя долго ждать. Глядя на нынешние руины, одесситы тепло вспоминают дни, когда могли видеть здание в первоначальном виде. Здесь такие старожилы жили. Единственное, что моя нижняя соседка всегда мне говорила – Наташа, надо уезжать от этого дома, потому что баня, что-то там течет под наш фундамент. Она всегда так говорила. Но я уже уехала, уже лет 20, уже чуть меньше. Такое ощущение, как вот этот кусок меня отпиливают, потому что все вот эти высотки, они обезличивают город и уничтожают нашу историю. Если вы подрезаете свою историю, свои корни, у вас ничего не останется. Понимаете, вы будете человек без истории, без родины, без всего. Компания, проводившая ремонт на месте общественной бани по соседству, выкупила все квартиры дома на торговой и пообещала не портить исторический центр очередной высоткой. Приморская райадминистрация заверила, что мэрия продолжает переговоры с застройщиком. Видимо, городская власть еще сама не до конца уверена в том, что в центре Одессы не вырастет очередной бетонно-металлический гигант. Ухудшение погодных условий. Сначала дожди осенние, теперь мы ожидаем осадки в виде снега. Изменение температуры. Мы прекрасно понимаем, что это все негативно влияет на аварийное здание, которое невозможно восстановить. И из-за такой отсутствия перспективы восстановления здания было принято решение для безопасности жителей нашего города его демонтировать. Повторить судьбу доходного дома Бенетата может чуть ли не каждый второй дом в центре Одессы, уверяют эксперты. Здания ослабевают не только из-за возраста, но и из-за внешних факторов, включая климатические изменения и современные условия жизни одесситов. Практически все в историческом центре, их нужно спасать, они долго не протянут без соответствующей работы. В очень многих домах трещины пошли, в очень многих домах известняк гниет изнутри. И первоначально нужно комплексно обследовать каждое здание в историческом центре Одессы. Если это здание постройки конца 19 века или начала 20 века, все эти здания нужно исследовать и должны исследовать специалисты, которых у нас в Одессе просто нет. Одесса постепенно погибает, все ценности, которые были, они в принципе исчезают. Это очень плохо, потому что мы куда вывозим туристов, когда к нам приезжают? В исторический центр. У нас сегодня нечего показывать современной архитурой. То, что здесь в Одессе строится, это по, так сказать, тому, как не нужно делать. В историческом центре надо делать строить здания на конкурсной основе. То, что проекты разрабатывались, комиссия специальная, которая будет им заниматься, включая Союз архитекторов, рассматривая эти проекты и давала добро. Похоже, разрушение исторической среды для Одессы стало нормой. Отсутствие прозрачной системы разработки проектов и открытых обсуждений их реализации идет на пользу только застройщикам. Теперь территория для здания под нежилые помещения многофункционального назначения с подземной автостоянкой станет просторнее. Букмекеры и астрологи уже напряглись. Сколько этажей будет при условии паркинга?